Марий Фёдорович, с долгожданной победой. Вам слово, небольшие комментарии в сегодняшнем матче. Так, ну понимали, что сегодня очень ответственный матч, да, и соперник достойный в лице ротора, который практически там свои задачи все порешал, да, по турнирной таблице. Столкнулись с некими проблемами, у нас выбили игроки стартового состава, но те ребята, которые их заменили, считаю, что очень достойно сыграли игру по игре, но все-таки, да, считаю, что обе команды немножко осторожничали, более тактической игры было, никто не хотел рисковать, и мы пытались на встречных атаках эту игру построить. В принципе, во втором тайме получилось. У меня немного голевых моментов, но они все-таки были. Ну и по второму тайму, скажем так, дождались своего шанса, реализовали его, и очень дисциплинированно ребята сыграли в обороне. Ну и уже в концовке там были выходы, где не хватило последней передачи. Но все-таки благодарен ребятам, что проявили мужество, характер и чисто психологически выдержали вот эту игру. Нам понимаем, что очки крайне важны. Так что всех с победой. Спасибо большое преданным болельщикам, которые нас, несмотря ни на что, и нас клуб поддерживает. Это очень важно. Так что двигаемся и готовимся дальше к «Зенит-2». Спасибо. Вопросы будут? Марат Федорович, с победой вас. Цена, конечно, победы – три травмы. Но там коллега мой потом спросит. У меня вопрос чисто такой технический, наверное. Часто замечал, что при получении мяча, особенно когда наброс идет или там навес на центральных защитников, они часто играют головой вместо того, чтобы принять мяч, опустить его и дать пас. Это какая-то болезнь, наверное, да? Нет, это не болезнь. Мы понимаем, что наши центральные защитники номинальные, которые сегодня играли, но у них нет этого наука, потому что исключают любой риск, в одно касание выносят от мяча. Я с вами согласен полностью. То есть, конечно, прими на грудь, начни атаку. Это уровень центральных защитников. И Ротор это сегодня демонстрировал. И в топ-командах мы видим это дело. И мы то же самое просим. Но понимаем, что у нас Лебедев центрального защитника играл, Паярков центрального защитника играл. И от них как бы вот эти вот моменты, ну, я не прошу. То есть, мне важно в этих играх, чтобы они надежно сыграли, не рисковали. Еще вопрос по Филиппу Дворецку. Вы его менять хотели, а он гол забил в итоге. Вот можно как-то, да, прокомментировать? Ну, вот видите, Бог помог, слава Богу, что не поменяли. Но тут и травма Навлетова сказалась. И поэтому произошла такая замена Навлетова на Орлова и Дворецков осталась. Марат Федорович, третий матч подряд сбиваете во втором тайме, либо спасаете. Сегодня три очка получили. Получается такая команда вторых таймов? Ну, тяжело, знаете, на выезде особенно, да, сразу там лететь в прессинг и там навязывать какую-то игру. Нам все-таки нужны очки. Мы сейчас именно играем на результат. То есть, надежно в обороне и на встречных атаках. Сейчас другого пути у нас как бы нет. Во втором тайме, на самом деле, и цифры инстант поддержает. Команда прибавляет и в движении, и в владении мячом, и в создании опасных моментов. Но эта игра, она всегда по-разному складывается. Но все-таки мы сейчас стараемся играть вторым номером. А серия замен как раз по причине травм, в том числе вратаря, заменили. Хотелось бы узнать, может, какая-то информация есть, как они себя чувствуют и смогут ли сыграть в следующей территории? Ну, сейчас обследование, наверное, сделают. И уточним, у Кобзева ушиб колено. То есть, ну, не смог продолжить игру. Он на влет, вот тоже там накладка. Ну, механические травмы, они не такие опасные, да. И кто у нас еще третий-то? Деревягин. Деревягин, да. Тоже там удар произошел. То есть, более страшные травмы, когда растяжение или надрыв, или еще что-то. А эти механические, они, дай бог, восстановятся к игре с зенитом. Уже подумали, что после первого тайма Кобзева отпустили отмечать день рождения у него сегодня? Поздравили его с днем рождения. Сейчас после игры и подарок в виде победы преподнесли. Нормально, нормально. То есть, нам еще три игры. И нам надо брать очки и сохранить место в прописке, как бы нам тяжело не было. То есть, глубина состава не такая большая. Плюс вот эти травмы. Ну, я думаю, к зениту мы восстановимся. Вопрос последний, Марат Федорович. А по условиям контракта Маркин сможет сыграть в следующем туре против Мордой? Ну, вот это надо уточнить у руководства, как там прописано. Я, честно сказать, не в курсе. Всех с победой. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.